Время новостей ухты в эфире Юргана в студии Любовь Филиппова. Здравствуйте. В России отвечается День памяти и скорби. 22 июня исполняется 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот день на зданиях государственных учреждений приспускаются флаги, на жилых строениях вывешиваются траурные ленты. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. Проходит акция «Свеча памяти». Наш долг – свято чтить память о победителях, укреплять народное единство и воспитывать будущие поколения патриотами родной страны. С таким обращением к жителям республики обратился Сергей Гапликов. Глава региона призвал всех нас оставаться достойными потомками и пожелал, чтобы цитата «Страшные дни войны» никогда не повторились. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей и унесла в общей сложности жизни более 26 миллионов советских граждан. В 1996 году, 22 июня, в России официально объявили Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день вся страна замирает на минуту, чтобы вспомнить всех тех, кто ценой собственной жизни отстаивал права на жизнь потомков. Виктория Науменко о том, как это было в Ухте. Ровно 4 часа утра к мемориалу ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной, потянулись горожане самых разных возрастов. Это и активисты молодежных организаций, и народные избранники, студенты, и просто рядовые жители. Все они в этот горестный час начала войны присоединились ко всероссийской акции памяти, зажгли свечи и выложили надпись «Помним». Несколькими часами позже еще более многочисленная толпа собралась здесь же уже на митинг памяти и скорби «Пусть поколения знают». Дождливая погода не повлияла на масштаб и программу мероприятия. Торжественное слово администрации Ухты, минута молчания, символичный выпуск в небо белых шаров и выступление хора ветеранов. Капризы погоды не помешали прийти и самим участникам тех грозных событий. Фронтовик Владимир Мищенко здесь супруга Валентины Алексеевны. В далеком 1942 году 18-летним парнем Владимир Иванович ушел на фронт, воевал на Северном Кавказе. День Победы встретил в Чехословакии, лежа в госпитале после ранения. А в 1952 году после окончания учебного заведения, уже в качестве молодого экономиста, он приехал в Ухту. В этом году, в канун Дня Победы, супруги Мищенко стали одними из первых, кому ухтинские предприниматели оказали помощь. В квартире ветеранов совершенно бесплатно заменили окно и входную дверь. Такой неожиданный благотворительный жест растрогал Владимира Мищенко. Он признался, что всегда искренне верил в молодое поколение. Я глубоко верю нашей молодежи, что она способна на подвиги, и на наши большие даже подвиги, чем совершали мы. Вот, потому что наша молодежь, она любит свою родину, она любит свою страну, любит свой народ. Акции, торжественные митинги, минуты молчания и концерты – все это стало традиционными жестами почтения великому подвигу. Но бережное и почтительное отношение к живым героям, ряды которых рядеют с каждым годом, красноречивее всех символичных мероприятий. Виктория Наоменко, Алик Белькеев, телеканал Юрган, Ухта. Жители Ухты солидарны с врачами. Напомним, медики выступают за возведение вертолетной площадки непосредственно около больницы в Шудаяге. Площадку в Ухтинском районе у больничного комплекса было решено оборудовать еще в конце прошлого года для доставки тяжелобольных пациентов с анавиацией на вертолете. Прежде мы сообщали, что главный врач территориального центра медицины «Катастроф» передал главе КОМИ Сергею Гапликову обращение трудового коллектива с просьбой поддержать строительство площадки. И вот теперь медиков поддерживают и сами жители. Открытое письмо трудового коллектива регионального центра медицины «Катастроф» врачи передали главе КОМИ во время их недавней встречи. Тогда медики откровенно рассказали первому лицу республики о наболевшем, а именно о том, как драгоценно каждую минуту при спасении жизни человека. Михаил Сурин отметил, в центре, который непосредственно занимается эвакуацией пациентов, понимают необходимость строительства площадки именно при больнице. И подчеркнул, аэропорт Ухты расположен в 25 километрах от лечебного учреждения и 40-минутной доступности. Его мнение на встрече тогда поддержала и заместитель главного врача кардиологического диспансера Елена Петрова. За площадку у самой больницы выступают и сами врачи Ухтинской первой. Чем ближе находится площадка к корпусу больницы, тем лучше транспортировка больного. Потому что в зимнее время доставлять пациентов на берег реки – это эфемерно. Многие пациенты нуждаются в экстренной госпитализации в кардиодиспансер республиканский. Очень важно правильно их транспортировать. С этой целью, я думаю, площадка вертолетная необходима. Потому что одно дело доставить пациента на вертолете. Тут вообще и комфортность доставки, и время доставки пациента сокращается. Другое дело – везти его на машине. Причем некоторые больные нетранспортабельные. Просто на автодорожном транспорте их не доставить. Поэтому наличие вертолетной площадки именно рядом с больницей является целесообразным. Впрочем, аргументы медиков, похоже, действуют не на всех. Ситуация удивительная, но у строительства вертолетной площадки, у больницы для спасения здоровья и жизни пациентов есть и противники. К примеру, депутат Госсовета Коми Екатерина Руденко и ее экологи-активисты, которые мало того, что не согласны с мнением врачей, которые, в отличие от них, знают настоящую цену человеческой жизни, но и усердно предлагают использовать старую вертолетную площадку. Ту самую, что находится за рекой, за мостом, без нормальных подъездных путей, а рядом располагается еще и линия электропередачи. Все это означает, что фактически Руденко предлагает удлинить расстояние для доставки тяжелобольных пациентов в больницу как минимум на 2 километра. То есть добавить время для их перевозки, когда драгоценна каждая секунда для их спасения. Впрочем, сами жители Ухтинского района эту позицию не разделяют. Вертолетная площадка – это не полигон радиоактивных отходов, а небольшое сооружение приблизительно 50 на 50 метров, где будут приземляться просто самолеты, вертолеты. Я не думаю, что они там будут базироваться. Медики уже устали говорить о том, что это даст большие шансы на выживание определенных пациентов из отдаленных районов Ухты. Может быть, не только Ухты. Вертолет сел, 2 минуты он на операционном столе. Или вертолет сел, перегрузили в машину, на машине довезли, опять перегрузили. Это все время, причем время драгоценное. И, на мой взгляд, если строительство этой площадки и использование ее уже по прямому назначению, даже если спасет одну-две жизни, три жизни, это уже здорово. Потому что вот этим человеком, которому спасет эта площадка жизнь, может быть любой из нас. И когда речь идет именно о здоровье, о жизни человека, тут как можно мерить, там, не знаю, кубометрами там чего-то, да, или квадратными метрами земли. К слову, сами жители уже выступили с обращением к главе КОМИ, в котором дали четко понять, они за строительство у больницы. Все, что они просят, это высадить замен вырубленных для постройки 200 деревьев новый сосновый гор. Как отметил Сергей Гапликов, на эту просьбу уже откликнулись промышленники. Монде Сыктывкарский ЛПК выделил 500 саженцев сосны и ели для придачи жителям поселка. Саженцы, к слову, уже доставлены в Ухту. Сейчас подбирается место для их высадки. А сама же вырубленная сосна пойдет на возведение на территории больницы часовни. Всем, чтобы те, кто из пациентов, ну, зеленые, и высокодуховные, и верующие, мог и зайти, и помолиться. Все-таки сложные случаи в жизни бывают, вы прекрасно знаете. Иногда проводится операция, и те родственники, которые ждут результатов, тоже не всегда спокойно. Здесь может быть, наверное, такая возможность прийти, поставить свечку, помолиться. Вот туда будет приезжать батюшка. Мы обязательно это дело организуем. Ну, и в том числе для наших медработников тоже немаловажная история, когда на территории есть прекрасная часовня, она будет создана. И я думаю, что мы изыщем возможности и решим эту задачу, в том числе и за счет спонсоров, с тем, чтобы такое часовню построить. К этому благому делу, кстати, могут присоединиться и сами жители Шудояга, так же, как и к высадке нового соснового бора. Любовь Лапина, Виктория Науменко, Олег Белькеев, телеканал Юрген, Ухта. И как нам сегодня сообщили, в Ухтинской городской больнице, ее территория по требованиям антитеррористической защищенности будет горожена забором. Свободное перемещение, в том числе по участку соснового бора, где будет построена вертолетная площадка, будет ограничено. Пострадавшую в ДТП 12-летнюю Ухтинку с инавиацией доставили в Сыктывкарм, сообщает Минздравкоме. Напомним, девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В это время по дороге двигалась автомашина Мазда Трим, за рулем которой была девушка 1989 года рождения. Столкновение произошло напротив дома номер Триппа, Триппа набережных газовиков. В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Переломы кости черепа, перелом таза. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в Ухтинскую городскую больницу номер один в поселке Шудаяк. В дальнейшем около часа ночи ребенка спецбортом санитарной авиации доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас медики Сыктывкара борются за здоровье девочки. Проведена сложная длительная операция. Ребенок находится в состоянии медикаментозного сна в отделении реанимации больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое. Дело о вспышке кишечной инфекции в Ухтинской школе приостановили. Виновное лицо найти не удалось. Напомним, в ноябре прошлого года в Ухте ввели карантин в школе номер 22 после случая групповой заболеваемости острой кишечной инфекции среди учащихся. С 11 по 14 ноября зарегистрировано 13 случаев заболеваний среди учеников. В течение декабря в медицинские учреждения обратились еще 17 учащихся школы. По результатам проведенного эпидемиологического расследования установлено, что причиной массовой заболеваемости стало вирус носительства поваром в школьной столовой и множественные нарушения санитарного законодательства при организации питания обучающихся. Образовательные учреждения наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Эксперты установили, что при приготовлении пищи в школе использовались продукты с истекшим сроком годности. Не было контроля из-за условиями их хранения. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Вероятным источником инфекции назывался сотрудник столовой. Однако, как сообщили в прокуратуре Ухты, лицом, совершившее указанное преступление, пока не установлено. В связи с этим предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В Ухте продолжается спартакиада среди команд городских спортивных секций. Ребята соревнуются в самых разных видах спорта. От футбола до шахмат. Сегодня стритбол, или как его еще именуют, уличный баскетбол. Он появился в 50-х годах прошлого века в бедных кварталах США. От обычного баскетбола стритбол отличается количеством игроков из зоны игры. Половиной баскетбольного игрового поля. Более контактный вид спорта. Играют две команды, по три человека, один на замене. То есть мы играем по 8 минут до 7 очков. Всем набрал, то есть выиграл уже. Внесла свои коррективы погода. Из-за ее капризов ребята вынуждены играть в стритбол в зале. Конечно, это немного упрощает задачу, но в целом все особенности этого вида спорта остаются в силе, говорит тренер. Это все новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на сайте телеканала yurgan.rf или посредством видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего доброго и увидимся.